Невыгодно заказывать большим оптом. Вот я, допустим, вот этих тапочек мне пришлось заказать 96 пар. Вместо 12-90 одинаковых пар домашних тапочек меньшими партиями промаркированную обувь крупные оптовики не продают. И никого не волнует, что продавать их, возможно, придется не один год. До введения маркировки все было гораздо проще. Специально организованы были туры на эти оптовые рынки. Вообще это было очень удобно и поездка занимала всего несколько часов. И ты приезжал и сразу привозил с собой вот эту обувь. В ассортименте только тапочки. Демисезонная зимняя обувь на остатках. Покупатели жалуются на скудный выбор. Предприниматели же изменить ничего не могут. Заказать новую партию обуви смогут лишь после того, как оптовые базы освоят маркировку. Оптовикам у них еще труднее сложности, чтобы им эту маркировку сделать, потому что им тоже надо, будем, не все же производители российские, вот, допустим, в Китае. Им надо вот эту маркировку туда как-то отправлять. Кстати, остатки обуви подлежат обязательно маркировке. Татьяна купила ноутбук, установила специальное приложение, обучилась программе, наклеила маркировку. На все про все ушли десятки тысяч рублей. Вот эта маркировка, допустим, мужская везена в Российскую Федерацию. То есть вся обувь вот у нас на складе, она вся промаркированная. В следующем году такие расходы понесут и владельцы точек по продаже одежды. Маркировка коснется и их, а это, по словам предпринимателей, негласный косвенный налог. Налоговая нагрузка, в том числе эта маркировка, которую я просто обхожу. Каким образом я не торгую теми вещами, которые мне нужно маркировать, я не могу в данной ситуации увеличить свои расходы. Со следующего года и вся одежда подлежит маркировке, вот как, что тогда? Ну, что я могу сказать? Как Остап Бендер сказал, кисе Воробельнину, киса будут бить, будете плакать. Плакать и, возможно, закрываться. И все потому, что отныне будет не просто отслеживание за товаром, а тотальный контроль оборотных средств, в том числе доходов предпринимателей. До 2024 года маркировка внедряется повсеместно. Она точно жизнь предпринимателей не облегчает. Потому что это появляется новое оборудование, новые услуги, которые надо администрировать, обслуживать, соответствующие затраты и так далее. Совокупно это, наверное, для единицы товара выльется в некую кругленькую сумму, которую, в конце концов, заплатит покупатель. Все издержки в связи с маркировкой в итоге войдут в стоимость товара. 5-10% плюсом, говорит эксперт. Представители малого бизнеса утверждают, мы позволить себе такую роскошь не можем. Мы просто вылетим с рынка. Вы не пойдете к нам в магазин, если у нас цена повысится даже на 50-100 рублей, вам это неинтересно. Позволить себе накрутить цену могут лишь сети-гиганты, которые заказывают товар большими объемами. А малый и средний бизнес, львиная доля предпринимателей региона рискует поредеть. Снизится не только конкуренция, от которой во многом зависит качество товара, но налоговые поступления в бюджет. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.